Всем привет, на связи Мабу и сегодня мы поговорим о том, как же прийти к тому, что вы хотите стать разработчиком мобильных приложений, именно разработчиком мобильных приложений. Потому что сейчас сфера IT ловит хайп, я просто знаю, у меня есть статистика, мне очень много людей пишут, при моих маленьких просмотрах на видео мне пишут очень много людей. Очень многие хотят просто стать программистами, потому что слышали, что много зарабатывают. И приходят люди, и они не знают, хотят они стать мобильным разработчиками или нет. В этом видео я вам объясню, что значит быть разработчиком мобильных приложений и в целом расскажу еще какие сферы есть. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид-разработчик» за три месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет два разработанных мобильных приложения и два отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид-разработчик» за три месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записей и консультаций есть в описании под видео. Сфера IT. И сюда люди приходят, они хотят стать программистом, но в целом не понимают, кем хотят быть. Идя в эту сферу, нужно заходить в эту сферу не за деньгами. Это правда. Нужно идти сюда и заниматься тем, что тебе нравится. Хотя я сам изначально шел сюда за деньгами. И я вам хочу сказать, нужно приготовиться к тому, что вы должны любить это дело. Сейчас я вам расскажу, как понять, кем вам стать в IT-сфере. Смотрите, существует три основных направления. В целом в IT, в современном, их много, их больше, но самых востребованных три. Это разработка сайтов, то есть веб-разработка сайтов и веб-приложений. Разработка, второе направление, разработка мобильных приложений. Третье направление, разработка игр. Собственно, разработка игр стоит отдельно. Там даже вы, если хотите разрабатывать игр, кроме игр вам ничего не нужно. Вам нужно просто определиться мобильные устройства, под ПК, в браузерные игры, что вы хотите разрабатывать. По факту у вас будет выбор между двумя направлениями. Веб-разработка, то есть разработка сайтов и веб-приложений или разработка мобильных приложений. Что выбрать? Что востребовано? Ну, собственно говоря, востребовано и то, и другое. Там и там, везде хорошо платят. Просто ситуация в следующем. Вы хотите разрабатывать просто информационные сайты, которых очень много, или какие-то интересные веб-приложения, которых мало, но их заказов там мало, вы их редко будете делать, это либо что-то свое в сети, но опять же это будет восприниматься как сайт. Либо вы хотите создать сервис, с которым будет работать огромное количество людей, и вы будете влиять на это количество людей, вы будете понимать, что вашим продуктом вы сделали свой вклад, вы что-то сделали в жизни, вы уже оставили след после себя, и вашим продуктом пользуются люди. И вы захотите его развивать и развивать, и очень хорошо зарабатывать. Либо на платной подписке, либо на рекламе, либо еще на чем-то. Вы можете свою внутреннюю структуру сделать, ввести свою внутреннюю денежную единицу, и позволять людям покупать какой-то контент внутри, короче, вы можете инфраструктуру создать. Вот если вы хотите делать что-то классное, связанное с такими сервисами, крутое, качественное, то однозначно вам нужно быть разработчиком мобильных приложений. Однозначно. То есть, либо мы работаем на массовых заказах, это сайты, просто сайты, крепаете, 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 там тоже можно хорошо зарабатывать. Либо если вы хотите создавать что-то глобальное, что-то классное, что-то невероятное, меняющее жизни, я не побоюсь этого слова даже сказать, миллионы людей, жизни миллионов людей, то мобильное приложение это для вас. Да, вы скажете, не все мобильные приложения успешны, вон посмотри в плей маркете, сколько говна мобильных приложений. Да, это так. Но вы же не хотите делать такие мобильные приложения, которыми никто не пользуется, которых просто через каждые 30 секунд реклама, реклама, реклама. Зачем делать кусок неизвестно чего, да? Можно делать что-то качественное. Да, у вас займет, может, разработка год, может, два, но вы сделаете что-то качественное. Опять же, если нужны видео о том, как найти идею для разработки мобильных приложений, как подойти к разработке мобильных приложений, вот если вы хотите знать все это, то пишите в комментарии под видео, я вам буду рассказывать и по этой тематике. Потому что не все хотят стать прямо разработчиками, работая на себя, создавая свои продукты. Многие хотят просто трудоустроиться. И я как бы делаю контент для всех этих направлений, и для трудоустройства, и для заказной разработки, и создания своих стартапов. Поэтому пишите в комментариях, если интересно, тема такая, как брать идею для мобильных приложений. То есть, если вы хотите делать какие-то сервисы классные, позволяющие либо оптимизировать бизнес, то есть такие мобильные приложения для, скажем так, англоязычного рынка больше подходят, для управления, для директоров, администраторов компаний, которые могут оптимизировать и контролировать работу своих сотрудников, допустим. У нас был компания опыт, я с партнерами разрабатывал такое мобильное приложение на американский рынок для барбершопов. Это очень был крупный проект, мы его несколько лет делали. То есть, вы можете делать проекты, как с публикацией PlayMarket для обычных людей, там приложение список покупок, приложение список дел, приложение найти что-то в своем городе. Допустим, у вас маленький городок, такой небольшой, вы можете сделать приложение, в которое люди смогут... Вам проще будет прорекламироваться, кстати, вам люди смогут зайти, либо заказать... Там можно заказать еду, можно вызвать такси, можно еще что-то сделать. То есть, если вы хотите делать такие сервисы, то ваш путь, это обязательно мобильные приложения. Если вы хотите с потоком клепать сайтики, то это веб-разработка. Веб-разработки там тоже есть, front-end, back-end, или вы вообще можете стать веб-мастером, если хотите работать на фрилансе. Там тоже куча направлений. Мобильные разработки тоже свои направления. Android, iOS, либо кросс-платформенная на Flutter. Flutter не рекомендую. Недавно видео выходило. Одно видео назад вышло видео по Flutter, где я рассказал, почему не рекомендую заниматься этой полуразработкой. Вам по факту нужно выбрать Android или iOS. То есть, что вы хотите. Но вы должны понимать, есть ли у вас финансы для покупки современного MacBook. Там вроде от 130, полно что-то стоит сейчас. Потому что iOS приложение можно разрабатывать только на Mac. Чтобы без проблем работать. Но вы должны понимать, что пользователей-то меньше, но они более платежеспособны. На Android пользователей больше, заказов больше, всего больше, работы больше. Но я просто... Обычно iOS разработчиками становятся те, кто любят айфоны. Android разработчиками становятся все остальные. В Android разработку проще зайти. В Android разработка нетребовательна к вашему ПК. Поэтому я, опять же, я в прошлом видео об этом говорил. Я вижу такой путь. Вы изучаете Android разработку и практикуетесь год-полтора. Потом покупаете себе Mac. И можете изучить iOS разработку. И еще под iOS работать. То есть, и сами там проекты создавать. Главное, что вы должны понимать для себя, приходя, выбирая сферу работы, скажем так, в IT-сфере. Выбирая направление в IT-сфере, вы должны понять, то, что вы выбираете, вам будет нравиться или нет. А во многих случаях вы можете это понять, только попробовав, к сожалению. Поэтому вы должны понять, вы хотите разрабатывать сайты, ну просто информационные сервисы для бизнеса. Даже не сервисы, да, информационные площадки для бизнеса, цели продвижения. Там большая конкуренция, сразу говорю. Либо вы хотите делать уникальные сервисы, что-то классное, более современное. Тогда вам мобильную разработку. Выбираете первое направление, чем вы хотите заниматься. Затем идете, допустим, мобильное приложение вы выбрали. Заходите в эту сферу, устанавливаете все Android Studio, да, подключаете смартфон. И делаете самое базовое. Просто создаете кнопочку, при этапе, по которой будет происходить переход на несколько кнопочек, да, допустим, мы поставили. И при этапе, по которым должно происходить следующее, вы переходите на следующий экран и передаете название кнопки. И в зависимости от того, по какой кнопке вы тапнули, будет загружаться разное изображение. Вот вы это сделали, если вы в этот момент испытываете невероятное ощущение, что это сделали вы, гордость за себя. Хоть даже это такой очень простой функционал, самый простенький для новичков. Но если у вас будет такой подъем, невероятное ощущение, гордость за себя, то мобильная разработка это ваша. Если нет, попробуйте поверстать сайт, просто внешний вид поделать. Если там ничего не будет, никаких ощущений, попробуйте пойти, попробуйте посмотреть, как делают игры. Если и там ничего не будет, возможно, программирование не для вас. Потому что нужно выбирать то, что вы будете любить. То есть, то, ради чего будете вставать утром. Кстати говоря, много не программируйте. 3-4 часа и вообще лучше 2 часа отдых, 2 часа отдых. Лучше так программировать, потому что иначе наберете себе болезни, связанных с сосудами. Это очень плохо. Поэтому много никогда не сидите за компьютером и не программируйте сильно долго. Делайте перерывы обязательно. Ну так вот. Ну мне почему-то кажется, что вы, если попробуете мобильную разработку, вам это невероятно понравится. Я, если честно, не встречал еще человека, которому бы это не нравилось. Я встречал людей, которому не нравится верстать сайты. Я встречал людей, которых тошнит от творческих сайтов, но они стали фронтенд-разработчиками. И они мучаются. Какие там есть, платят деньги, конечно же. Там можно в регионы и соточку, и 100 тысяч зарабатывать. Но они мучаются, они не любят это. А программирование это такая сфера, в которой нужно любить то, что ты делаешь. И для того, чтобы понять, любишь ты это, нет, надо попробовать. Вот я вам рассказал простой путь, как выбрать себе профессию IT. В целом, я рассказал про профессию IT. Но суть моего этого видео была в том, как понять, что вы хотите разрабатывать мобильные приложения. Вот такой путь вы должны пройти. Ну а потом будет, конечно же, следующий шаг. Это вопросы, как изучить Android-разработку. Об этом я расскажу в следующем видео. Я вам расскажу о том, как начать изучать Android-разработку. На сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, лучше, если вы репостнете в соцсетях это видео. Ну все, на сегодня у меня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok